здравствуйте дорогие обитатели ютюба да благоволит к нам господь с вами джон клюкер следующий отчет за 28 мая также поздравляю погранцов с праздником желаю вам счастья здоровья и любви сейчас посмотрите подготовку к сегодняшнему поставил варить кашу остатки пшена там почти стаканчик получился и добавил стакан овсяной крупы овсяных хлопьев сейчас эту кашку сварю далее буду салатик делать с морковки хочу вот эту морковку потереть и смешать вот с этим луком я порежу его мелко морковку с луком смешаю такой салатик будет и потом с кашкой буду кушать вот у меня получилась такая кашка к ужину и вот такой салатик вот такой у меня получается на сегодня ужин уже приготовился кушать заварил зеленый чай в большой такой вот он такой цвет дал чай остался у меня еще один пакетик в общем так вчера в общем я вам показывал там салатик кушал кашу ел доедал пшенку к вечеру в общем уже поздно вечером проголодал и проголодался редактировал видео и в общем есть сильно захотелось и я дополнительно в общем взял пол половинку батона то есть это уже дополнительные расходы плюс к моему проекту получается 15 рублей и вчера я вечером съел пол батона ворнир мне я уже упоминал видео дал эти скорлупа от шоколадные яйца от игрушек лего не лего это по-другому или может лего не знаю и вот этот я зеленый чай вчера попил вот с этой скорлупой в общем у меня еще вчера перекусил съел пол батона чаек и вот эти шоколадные скорлупы это плюс 15 рублей сегодня еще в обед к обеду купил на работу на работе чтоб покушать булочку за 1860 и после работы купил еще вот этих сухарей они пол килограмма это серый хлеб я не знаю их наверно хлебозаводе сушат в духовке эти сухари стоит 30 рублей вот это дополнительные расходы это и того у меня получилось я затратил всего пока что на проект тысячу триста пятьдесят четыре рубля десять копеек загляните так я посмотрел сколько у меня крупы осталось у меня осталось два килограмма овсяных хлопьев килограмм остался пшеничную это пшеничную а пшеничная крупа вот и под конец проекта но если я не использую эту крупу я просто эти деньги но вот сколько потратил чтобы уже точную сумму посчитать сколько все таки я действительно денег потратил на свое пропитание в этом проекте я эту крупу если не буду трогать я ее вычту уже из этой общей суммы я так полагаю получится где-то в районе уложусь в районе 1300 рублей это уже будет по отсчету за 30 мая вот 30 мая тоже будет последний день проекта когда я уже буду вот на этих продуктах сидеть а 31 мая будет уже выводы то есть я буду снимать по выводам я думаю так должно получиться интересное видео все-таки опыт я набрался такой от этого проекта я думаю не зря все таки что я ну придумал так этот проект как-то я не знаю как оно так получилось вот в голову пришло я придумал этот проект постараться минимум потратить денег на еду можно конечно было еще как бы жестче и еще бы меньше как бы потратить денег но в принципе если я уложусь в эти в эти 1300 рублей за месяц думаю тоже будет неплохо там тоже есть свои моменты опять же я работаю после работы где-то домой приезжаю там в шесть-семь вечера и если там какие-то дополнительные еду какую-то там в лесу искать там траву какую-то съедобную там березовый сок так и не удалось мне собрать не было времени просто не получилось ходить в лес вот если было послал ну побольше времени я может быть и какие-то лесные дары использовал вот и все это опять же еще зависит от от времени года зависит то есть если зима то там зимой только будешь если только за баллон можно вот именно в данный момент если ничего у человека не готова на прозапас продукты то ему остается за баллон только заготавливать для пропитания ну как дополнительное какое-то питание вот сейчас попробую салатик в общем осталось немного следить его за этим проектом я думаю кому интересно тот следить за ним вкусно получилось сочетание с луком обычно морковку я только с чесноком делал но сухарей купил просто потому что это завтра на работу хочу взять чтобы сухарика наверно 3 вот может быть сегодня один сухарик с чайком выпью съем и завтра на работу два сухарика но тут получается четыре больших сухаря и вот еще немножко удобно как это но удобная пища что с собой можно будет взять так Так, в вчерашний день я рассказал, что я кушал дополнительно, а сегодня на работе я попил чай зеленый, сушек съел, 4 штуки сушки, вот, ну вот в обед я купил булочку по 18-60, съел эту булочку с чаем, и Ворнер меня еще угостил 3 кусочка вяленого ментая, ну, он вялят, разные рыбы пробует вялить, вот, он уже меня угощал этой вяленым ментаем, получается вкусно, в общем, вот это 3 кусочка ментая, в общем, пообедал я нормально, так сказать, полноценно, Ну и вот сейчас у меня ужин, получается, такой, плюс вот, насчет сладкого выручает вот эти скорлупа, вот это, ну, шоколад Кто хочет понять, ну, в чем заключается этот опыт, ну, этот эксперимент вот этот, ВАВ, там ссылочка есть на плейлист, вы в описании под видео, там под каждым видео я эту ссылочку оставляю на плейлист, Вы по этой ссылочке переходите, и там написаны принципы проекта, там около 5 принципов проекта, то есть, один из принципов это использовать подвернувшуюся еду, ну, то есть, там угостят, или ты там придешь в гости, там тебя покормят, там, вот, специально я пока что по гостям вот за этот месяц не ходил, Хотя я могу сходить к Игорю, я с ним, кстати, созванивался вчера, позавчера, ну, мы собираемся на рыбалочку, как вот в прошлом году ходили на рыбалку, называется поход Рыбалка Бугринские озера, не помню, как-то так называется, я ссылочку специально отдам, ой, дам в верхнем правом углу, посмотрите, интересная рыбалка Вот, и в этом году, вот, в эти же дни мы хотим тоже сходить опять туда, на Бугринские эти озера Вот, понравилось, хотя там вроде как и тяжело идти, но сейчас мы уже на эту рыбалку пойдем второй раз Уже знаем, куда идти, какая дорога там легкая или трудная, потом знаем, что может произойти в этом походе, потому что В той рыбалке грибобас сжег себе шею Ходил с голой шеей, ну, как бы, знаете, даже не думали, что может получиться ожог такой Он сжег себе шею, ему было там плохо Вначале мы там этот рюкзак несли, сделали этот, ну, его рюкзак, грибобаса Сделали из двух берез, типа, такие носилки, привязали этот рюкзак И первоначальную дорогу мы несли, я не помню, сколько километров Несли вдвоем его на рюкзак, он шел налегке Потому что ему было, грибобасу плохо было Вообще боялись за него, что он, ну, не дай бог, не дойдет А потом ему так постепенно, он расходился, расходился Ему полегчало И это все вот получилось от ожога шеи На солнце сжег он себе шею тогда Взгляните вот этот поход Ссылочку вы уже видели в правом верхнем углу Вот эта информация в поход вроде бы не вошла Мы это не стали рассказывать Не стали расстраивать зрителей Вот эта информация сейчас всплыла, в общем Что грибобасу там не повезло Ну там я вроде упоминал, что он шею свою сжег Вот В общем, в принципе, на сегодня по отчету все Спасибо за внимание Всем всего доброго До свидания, следите за проектом Всего доброго